Всем привет, друзья у микрофона, как всегда с вами, я продолжаю грифт новеллу «Бесконечное лето», мод под названием «Отголосок». Книжа, друг, ступерой на канале, подписывайся на канал, прожимай лайкосик, приятки аптиты, если кушаешь, и погнали. Впереди уйдёшь странную девочку с кошачьими ушами и хвостом. Кто ты? Я, это я. Забавно. Где я? У себя в голове. Кажется, я сошёл с ума. Нет, просто нуждаешься в помощи. Ха, помощь. Ага. Я хочу помочь тебе. Помочь вспомнить её. Она кивнула мне за спину. Неприятный ком застрял в горле. Вся ядкость сошла на нет. Ам, она? Да. У тебя пошли мурашки, на мою голову положили подбородок. На лицо упал лук и волос. Этот запах, ты веришь мне? Да. Что нужно делать? Ничего особого, ты просто будешь видеть с ней с лагерем. И что потом? Я помогу тебе вспомнить. Ты готов? Да. Наверное. Я в тебя верю. Я сошёл её голос и просто закрыл глаза. Где я? Почему так больно? Ноги не слушались, я просто шёл вперёд. В голове ничего. Я пытаюсь найти не связывающую меня и реальность. Но ничего не выходит. Впереди я заметил какой-то силуэт. Подойдя ближе, я обнаружил, что это человек, одетый плотную... Одетый плотную мешковатую толстовку. На голове у него был капюшон. Он стоял и мирно курил. Может, он сможет мне помочь? Подойдя ближе, я спросил. Извините, можете мне помочь? Свет медленно развернулся. Его лицо было за скрыто тенью. Не давай разглядеть его лучше. Даже ты ничего не перепутал. С тобой всё в порядке. Это бред. Я не помню, за кого мы играли. Мы вроде... За Семёна мы проходили. За плакальщика я не помню. Таким грустным, озадаченным... Кто-нибудь сказал бы, что у меня уставшие глаза. Уставшие глаза. Может быть, из-за правды. Некоторые люди умеют видеть состояние здоровья по глазам. Всё же у меня были такие глаза почти всю жизнь. В ранних детских фотографиях у меня были чистые сверкающие глаза. Потом, наверное, судьба подумала, что я должен... Тяга этой жизни. Хотя, если подумать-то, в этом нет ничего страшного. Я вижу дальше всех. Меня никто не понимает. Но зато я понимаю всех. Меня считали сумасшедшим. Просто потому, что моя голова была запята более насущной проблемой, чем у моих сердциков. Я не пойму, что я должен сделать, если я все моменты уже читал. Окей, давайте ещё раз. Я сейчас... Сделаю вот это. Вот загружу. Потому что за Семёна я ещё в прошлой серии. За Тёмного я уже в первой был. Помню, это был. Следующая страница закрыта. Неизвестно предыдущей страницы. Стоп. А вот... А, я понял. Они известные вот есть. Окей, погнали. Просто за те, друзья, я читал. Тяжело открыл глаза, я увидел ясное небо. Голубое небо без единственного облака. Такое приятное. Стоп. Небо. Сознавшись в нелогичной ситуации, я резко встал на ноги и приготовился к худшему. Был я посередине какой-то поляны, которая со всех сторон окружала кустарник и бурелом. Где это я? Смотри, что в сторонах не нашёл ничего из своих вещей. А были ли эти вещи? И где я был до этого? Где-то в глубине души я понимал, что со мной что-то не так. Когда я стал вспоминать последние события, в глазах потемнело, ноги подкосились и так. Надо сосредоточиться. Я начал мильно вдыхать и выдыхать. Синдикат. Учёный. Препарат. Уничтожен после первичных испытаний на животных. А дальше? Чёрт, ни хрена не помню. Вот же, свалилось ещё одно несчастье на мою седую голову. Единственное, что я помню, это только себя. Воспоминания о том, откуда я и что я здесь делаю, были лишь вспышчатыми и непонятными. Надо куда-нибудь выйти. Восстановившись после воспоминаний, я осторожно сдвинулся вперёд. Шёл я вперёд, и мне оказалось на север. Север. Неизвестно. Не могу. Пройдя сквозь густые заросли кустарника, я вышел на какую-то тропинку. Если тут есть тропинка, то значит есть те, кто её протоптал. Шёл я в выбранном мне направлении. Впереди винились какие-то небольшие стройные домики, которые шли рядом. Рядами странно, а деревня не похожа. Что это тогда? Слесной тропой я вышел на каменную плетку. Странно, никого нет. Выглядит заброшенный всё. Но всё целое, не понимаю. Пока я пытаюсь понять, где я передо мной выросла на одноэтажное здание. Снялка у двери была какая-то, а табличка была ближе, я смог почитать, что там было написано. Общественные кружки, время работы с девяти до девяти. Сейчас явно не вечер. Может, там кто-нибудь есть? Настерожного шума внутрь. Внутри была грабовая тишина. Я аккуратно зашёл внутрь, не издавая лишнего шума. Внутри было достаточно убрано, не считая центрального стола, который являлся сдвинутыми чертырьами маленькими. На столе валялись всякая электроника провода, текстолитовые основы и паяльники. Тут явно сидел тот, кто увлекался радиотехникой. Вдруг левая рука начала сильно зудеть. Я начал чесать её. И тут обратил своё внимание на то, о чём я одет. Также я этого раньше не заметил. На руках были до боли знакомые коричневые кожаные перчатки. На теле была серого цвета толстовка, а на голове был капюшон, который совсем не чувствовался. Даже когда я успел так нарядиться. Я решил присесться на стул и обдумать всё в порядку. Когда садился, слышу какой-то шум в кармане толстовки. Пошарившись по карманам, я вытащил аккуратно сложный листок бумаги. Записка. Подобнее, поудобнее, сев на стулья, я развернул записку и стал читать. Здравствуй. Я понимаю, что у тебя сейчас тысячи вопросов. Такие как, кто писал эту записку, кто ты, кто здесь оказался и что было до этого. Но поверь, ответы на эти вопросы ты найдёшь со временем, в глубине себя. Сейчас же я хочу дать несколько подсказок. Первое. После прочтения записки, встряхни головой над столом. Произойдёт чудо. Второе. Не пытайся выбраться отсюда, со временем выход заберёт тебя сам. Третье. Не отвергайся. В противном случае ты сделаешь колоссальную ошибку. Четвёртое. Не пугайся, но береги себя и не забывай о самосохранении. Пятое. Под улица не беспокойся, его никто не видит. С великим надеждой на тебя твой потомок. Шо за бред? Я прокрутил записку в руках, убрав в карман. Куда же я влип? Позднев ещё немного времени, я уперся локтями с тола и задумался. Может, и вправду встряхнули головой. Чудо, конечно же, не произойдёт, но мало ли. Наконив голову вниз, я несколько раз быстро взмахнул головой в разные стороны. Перед глазами промелькнул какой-то небольшой объект. Это шутка такая. Я немного опустил голову вниз и присмотрелся к тому, что было на столе. В этот момент в голову сразу же ударил новый поток воспоминаний. А почему неизвестный, а не седой? Хм. Эх, прости, что-то я уже по привычке. Привычки убивают. Кто бы говорил. Ладно, лично я не знаю, бродяг с прозвищем неизвестный. Так что там у тебя не должно возникнуть проблем. Ну и отлично. В руках у меня красавица волос рыжий. Только этого мне не хватало. Что-то происходит. Говорит, из чё просов ни одного ответа. Но перед глазами разумные картинки. Так, задачу ты помнишь. Найди его, рассчитайся слегка от лица синдиката. Срок? Я думаю, недели две тебе хватит. И запомни, на данный момент он очень опасен. Не первый на моём счету из таких опасных. Да, но он учёный. Не просто учёный. А тот, кто сделал, практически невозможно. Вот ли при нём какие-нибудь документы или что-то в этом роде. Нет, весь его труд был конфискован ещё в прошлом месяце. По глазам вижу, что готов. Ты уже готов. Жук, скажи. А тебе не кажется, что ты немного ёбнутый? Ха, что ты меня в последнее время совсем плохо воспринимаешь. Или можете с тобой плохо шутить? Скорее первое. Ладно, не буду тебя больше мучить. А то вон проводник тебя уже заждался. Так что давай, удачи тебе, брат. Жук. Он же меня отправлял вот только куда. И кем была моя цель? Учёный? В голове стали частично восстанавливаться от графики жизни. Чёрт, мне кажется, что становится только хуже и хуже. Посидев ещё немного, я сам направился к выходу. Выйдя на улицу, в глубине души мне сразу же захотелось вернуться обратно. Это уже начинает смахивать на какую-то комедию. А круга была затянута туманом, таким, что хоть нож бери и дорежь. Невозможно было рассмотреть ничего дальше десяти метров. И по ощущениям была ночь. Что там было написано? Не пугайся, держите в курсе. Решил я идти в одну из сторон, куда вела каменная кладь. К такому меня жизнь не готовила. Каменная кладка закончилась и перешла в немного трезнутый асфальт. Впереди я виднился силуэт какого-то памятника. Это лагерь какой-то? Подойдя ближе, я увидел табличку на постаменте. Генда, это ещё кто? Пионер, как ты можешь не знать такие вещи? Господь звучал лет над духом, заставив меня вдруг найти лишь спустя мгновение, приготовиться к бою. Переход в боевое положение дался невероятно легко. Никого рядом не было. Кажется, всё очень плохо. Осмотреваясь по сторонам, я так никого и не увидел. У меня галлюцинации. Эй, кто здесь? А это не последовало. Я благотивительно постаментно не расслабился. Странно, старые ранения не болят. Да и по ощущениям чувствую себя как подросток. Я не поняла, что это ещё на тебе. Я слышу голос, но уже куда-то, где-то впереди. Он стал немного рассеиваться впереди, я увидел женский силуэт, который быстро направлялся ко мне. Что ты себе позволяешь, пионер? Он звучал голос впереди, но и пристало что-то. Ебать! Господи, ты ещё что такое? Разговариваешь со старшими. Чё стало было, что нечто стало быстро приближаться ко мне. Я бы на твоем месте подумал. Моё предупреждение не дало никакого результата от твоего права. Искав скинул руку и ударил то, что когда-то было лицом. Мой кокс навес в нескольких сантиметрах. Его неведомой силой что-то схватил и начал выворачивать в сторону. Кисть неестественно хрустнула и вновь меня похолодела. Ах. Я отскочил в сторону как можно дальше от этой страшной хрени. Но нечто продолжило двигаться ко мне. Кисть правой руки немного анемела и слабо подавала признаки контроля. Да что же, это за чертовщина такая быстрая, обмозговая нынешние проблемы. Я решил, что лучше будет тактически отступить. Турман еще больше загрустил, давая с тобой распадать хоть какие-то очертания. Что-то же за напасть такая с правой стороны показалось, что длинное здание. Я решил укрыться в нем. Подойдя в упор, я стал искать необычу дверь. Когда рука легла наружку, я почувствовал невероятное облегчение. Наконец-то. Немедленно я зашел внутрь. В темноте я подошел к настольной лампе и зажег ее. Обещание наполнилось светом, давая разлить его интерьер. В всей видимости это была библиотека. Место книжных полок и целая куча советской символики. Точно в какую-то аномалию попал. На несколько секунд я встал в ступор. Аномалия. В голове начали всплывать картинки из раннего детства и заканчивая нынешним временем. Голова была готова треснуть, не спросив разрешения. Но самое важное, что я смогу ухватиться за нить, которая вела меня к памяти. Он же меня... Я рефлекторно схватився за бок. Вот же чёрт, что же он мне вколол? Подняв левый край толстовки, я увидел, что вызвало мне океан эмоций. Начинаю от небольшого шока и заканчиваю агрессией ко всему в этом мире. Левая часть брюха была фиолетово-зелёная. Я всего прямо на поле задумался над тем, как же такое могло произойти. Синдикат же всё изъял. И медленно иду. Я уже знаю, что моя цель будет молить о пощаде. И я прошёлся не по одной голове, чтобы добраться до него. Его время пришло. Пора. Войдя в туннель, я слышу... Возню с герма дверью. Тут уже бежать некуда. Я вхожу в плохо освещаемое помещение. Колонна, защищающаяся от обвала. Развалились теперь огромными кусками разбросаны вокруг. Хорошо, вояки постарались. Около двери фигура в оранжевом скамфандре. Пытается открыть дверь. Он развернулся и видев меня замер. Ты. Да. Это я. Человек в оранжевом костюме рассадится на меня. Я плохо помню борьбу, но я держался превосходно. Когда мой оппонент упал на землю, я решил заканчивать дело. Я готовлюсь сделать последний выстрел. Получи. Лежащая фигура бросается на меня. Выстрел. Обмякшить ее упадает и больше не шевелится. В боку поразительная боль. Смотрев, я увидел, как из меня торчит шприц. Выточив его, я пошел прочь. Ноги начали подкашиваться, а в глазах мутнело. А в голове какой-то шепот. Когда я вышел на поверхность, то увидел перед собой отряд вооруженных людей. Огонь, огонь. Я сидел на полу и не мог поверить сам себе. Как же так получилось? Меня же не могли убить. Я думаю, я разговариваю, я вспоминаю. Надо выбираться отсюда. Я встал и пошел в глубь библиотеки, чтобы найти что-нибудь полезное. Нужно хоть что-нибудь. А то кулаками тут мало что решить. Я шел медленно мимо полок. Вдруг я за что-то зацепился. Спас меня невероятные балансы и реакции. Что же со мной он сделал? Я присел, чтобы рассмотреть, за что я зацепился. Это был ремень, который тянулся к нижней полке. Осторожно, пошарив рукой по полке, я нащупал что-то твердое и холодное. Этот холод я ни с чем не перепутаю. Да неужели тут будет такой подарок? Я начал вытаскивать сюрприз. Через пару мгновений передо мной был помповый дробовик. Новенький. Пошаривши полки, я вытащил несколько запечатных упаковок. Пошел, ожирай, я вышел из полочного. Лабиринта и сел застал. Размев правую кисть, исправляя ее в рабочее состояние, я осмотрел свои трофеи. Передо мной оказалось в исполнении пуховое орудие, труда и около сотни расходников к нему. Накормив ружье дробью, я стал расфасовывать дробь по карманам. На улице я услышал что-то похожее на гром. Вложив ружье и выключив лампы, я тихо встал подошел к окну и стал вглядываться в него. За окном был все тот же непроглядный туман. Прости, ты не можешь мне помочь. Спередом послышался голос. Три комнаты остались в страхах. Я же здесь закрывал, окна были закрыты. Так еще ничего рядом нет. Ладно. Я же голову свою потерял, не поможешь мне ее найти. Я же, конечно, взвернулся и увидел его. Ох, боже. Ты. Я. Передо мной стоял сын моей, последняя цель. Это я отрубил ему голову и отправил отцу посылу. Сыриной. Тебя вставил передо мной и держал завал из своего же голову. Так, это вы? Фанико пришел остальной жены, как он сам. Прочь, иди. Я схватил левой рукой с этого лампы, бросил его в него. Убежав мимо него, я приближался к столу и схватил ружье. Давай. Я держался, творчество, я вернулась, никого не было. Хватит, надоело. Я подбежал к двери и выбил ее плечом. Надо вернуться туда, откуда все началось. С этими надельными мыслями я бежал по войти обратно в лес. Так, друзья, я предлагаю в этом ужасном лагере сохраниться и продолжить в следующей серии. Так что, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайк на канале. Прожимай лайкосик. Хорошее настроение. Увидимся в следующей серии. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok